МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что значит владеть собой? Это значит уметь поступать всегда правильно. Что такое правильно? Ну, всё зависит здесь от человека, от мировоззрения его. Ну, для христианина что такое поступать правильно? Значит, поступать по заповедям. И прежде всего не делай другому того, чего не хочешь себе. Сели за стол. Поступи правильно, не объедутся. Увидел у другого что-то такое, дорогую машину, а у меня нет. Не завидуй. Можешь не завидовать? Кто-то сказал дурное слово. Ты можешь к нему относиться так же хорошо, как и относился? Можешь не взорваться, когда тебя прямо тут оскорбили. То есть владеть собой в данном случае речь идёт не о равнодушии. Нет, совсем не об этом речь идёт. Речь идёт не о бесчувствии, а о бесстрастии. То есть когда эти внешние оскорбления, неприятности не наносят раны моей душе. Представляете? Нисколько и не только не носят раны, а даже тот человек, который оскорбил меня, о нём человек даже с удовольствием, даже с любовью скажет, Господи, помилуй меня и его. Всем одним миром мазаны. Вы знаете, у блаженного Августина есть такое очень интересное высказывание, классическое высказывание. Велика свобода быть способным не грешить. Свобода. Не грешить. Представьте себе. Не осуждать, не завидовать, не тщеславиться. Велика свобода. Но он продолжает дальше. Но величайшая свобода не быть способным грешить. То есть достичь такого состояния, когда человек вообще просто не может грешить, то я могу не грешить – это велика свобода. А уж не быть способным грешить – это достичь уже духовно-абсолютного совершенства. Так вот, что такое владеть собой. – это быть, по крайней мере, способным не грешить. О, как это здорово! Представьте себе, не согрешить, не поддаваться страстям. Каким страстям? Злобе, обману, коварству, неприязни и так далее. Вот кто свободен. Вот этот человек действительно свободен. Но чтобы достичь этого, что для этого нужно? Для этого нужно знать науку из наук, как говорили святые, искусство из искусств, художество из художеств, духовную жизнь. Надо знать духовную жизнь, законы духовной жизни. И вот если человек, зная это, так, и начинает жить по этому знанию, тогда он может действительно оказаться поистине свободным. А то, о чём кричат, об этих свободах всяких, всяких свободах внешне, вы посмотрите, какие люди подчас кричат, колесами страстные насквозь, со злобой. Какая же у вас свобода, когда такая злоба? Субтитры создавал DimaTorzok